На прямой эфир я заявил такую тему, как Берлинская встреча Зеленского, но не успел обсудить, очень много вопросов был, но вот пообещал записать ролик. Значит, успешность, неуспешность вообще действий Зеленского и Берлинской встречи, в частности, определяется, знаете, критерием, то есть целью. Какова цель? Вот если заявить или сформулировать такую цель, как нерасширение военных действий, ну, что похоже, такая минимальная цель, то, конечно, всё успешно, пока военные действия не расширяются или уж во всяком случае дальше отдельных провокаций дело не идёт. Пока, до времени, пока Путину не потребуется расширять, так сказать, зону провокаций. Понятно, что могла бы стоять цель экономического развития Украины, развития демократии, но для этого нужно освобождать территорию от оккупантов. Для этого нужно совершать шаги, на которые Владимир Зеленский, насколько я понимаю, не очень готов. Это заявлять о том, что Россия ведёт войну с Украиной. А говорить об оккупации части территории Украины, требовать международных расследований преступлений России, и требовать компенсации за нанесённый материальный ущерб, такая нешуточная территория, Крым, восток Украины. С территории Украины вывезены предприятия, огромное, очень большое, дорогое оборудование. И перевезено на территорию России. Но цель Зеленского другая – заморозить ситуацию до времени. Это очень мудрые руководители, которые понимают, что можно раздражать Путина, раздражать Кремль. Но ничего хорошего из этого не получится. Но даже можно компенсацию получить, даже можно получить признание, вот это международное признание статуса страны, подвергшейся военной агрессии. И компенсацию. Но в этом случае существенно увеличивается вероятность военных действий. А задача Зеленского – сбережение, что ли, жизни. Очень мудрый подход, на самом деле. Подход такого очень немолодого человека, мудреца, который понимает, что лучше всего подождать. Подождать, пока ситуация сама разрешится. Ну и действительно, он остановил, во всяком случае, вот эти огромные потери в конфликте. И не предпринимает усилий для того, чтобы имплементировать вот эти требования Путина по поводу включения бандитов с востока Украины и с Крыма в политический процесс в Украине. А с Крымом они не требуют, это уже с точки зрения Кремля российская территория. Ну, бог с ним. Так что это мудрость, мудрая политика, которая выигрышна в перспективном плане, в масштабе десятилетий. Ну, конечно, проигрышна вот в каткосрочной перспективе. Понятно, что введение Северного потока-2 нанесет серьезный ущерб Украине, но сбережет жизни людей. Приветствовать такую политику я не могу. Я по-другому мыслю. У меня другая экспертиза. Но я отношусь с уважением к этим решениям Владимира Зеленского. Украина. Продолжение следует...